Субтитры подогнал «Симон» Уважаемые зрители, добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. И сегодня в нашей студии я рад приветствовать протеерея Максима Миняйла, старшего священника храма на крови в городе Екатеринбурге. Полное название озвучено. Для большинства зрителей он действительно известен как храм на крови, а храма памятника на крови во имя всех святых в земле русской просиявших. Отец Максим, добрый вечер, благословите. Добрый день, добрый вечер и добрый вечер, дорогие уважаемые телезрители. Отец Максим, спасибо, что вы сегодня согласились прийти в нашу студию. Я напомню нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напомню о возможности задать свой вопрос в социальной сети ВКонтакте, в нашей официальной группе под анонсом сегодняшней программы. Отец Максим, выходим в эфир мы 8 марта, Международный женский день. И вот среди людей православных все-таки неоднозначное отношение к этому празднику, тем более, что пришелся он в этом году на Великий Пост. Но память о этом празднике, традиции, его, наверное, никуда не денешь. И кажется, что люди уже даже не задумываются об исторической составляющей этого праздника, сколько это для них какие-то просто радостные и светлые воспоминания. И тем более сегодня еще и церковный праздник, посвященный женщине, день памяти Святой Блаженной и Матроны Московской, день обретения ее святых мощей в 1998 году, мне помнится. Как Вы относитесь к этой дате? Поздравляете ли своих дам? Ну, поздравляем, конечно, только вот как раз с памятью Святой Блаженной Матроны. В семейном кругу, в Приходском, как-то у нас традиции такой нет, вспоминать именно 8 марта. Потому что, конечно, если люди празднуют, мы ничего не имеем против. Но напоминаем все-таки нашим прихожанам о том, что корни этого праздника – это революционные идеи, идеи о женщине-борце, женщине-революционерке. И, конечно, нам ближе праздник христианский, день жен Мироносец. Мы, наши женщины, никоим образом не хотим обделить своим вниманием, заботой и любовью, и молитвой. Поэтому предлагаем для них все-таки евангельский идеал. Женщины – это Мария Магдалина, Иоанна, Сусанна, Пресвятая Богородица. Те, кто жертвенно последовали за Христом, служили Ему в земной жизни, являя для нас образ и пример помощницы, служительницы, матери. Этот, конечно, образ нам ближе, он нам понятнее. Я думаю, что на основании его как раз мы и должны современное наше поколение церковное воспитывать. Спасибо. Но сегодняшний праздничный день уже подходит к концу, поэтому, конечно же, это сегодня выбрано не основной темой программы. Поговорить бы хотелось вот о чем. Грядет столетие со дня обретения иконы Богородицы, именуемой Державной, 15 марта по новому стилю, туда от 2 марта по старому стилю. Также предлагаю поговорить сегодня и о почитании святой царской семьи, и о теме, которая обсуждается и будет обсуждаться еще в течение всего года. Это уроки столетия и минувшая революция. 15 марта по новому стилю, в 1917 году в селе Коломенском, близ Москвы, была чудесным образом явлена икона Божьей Матери Державны. В этом году мы вспоминаем чудотворное явление этого святого образа. Расскажите об этой иконе, почему она является такой символичной для нашего Отечества. Для нас это очень страшная и знаменательная дата, к которой мы приближаемся. На следующей неделе мы будем вспоминать этот день. Это день, когда сокрушилась наша империя, наше государство, которое строили наши предки более чем тысячи лет. На основе православной веры был отстранен от власти государя-императора Николая Александровича. Совершился государственный переворот. И, как сказал святейший патриарх, что совершилось преступление. День февральской революции – это есть величайшее преступление против нашего народа. Однако же в этом дне мы черпаем надежду, ибо явление Богородицы, которая держит символы власти царской, как раз совершилось в этот день. Поэтому здесь у нас есть упование на то, что Богородица не оставляет наш народ. И хотя мы и державу ту потеряли, но, как говорит святитель Николай Велимирович в своей книге, что для того и дана держава была, чтобы было что отдать в этой борьбе, чтобы сохранилась бы душа народа. Душа народа есть церковь, есть сфера. Как раз явление Божьей Матери свидетельствует святой иконы, свидетельствует о том, что Богородица не отступает от нас. Несмотря на все ужасы, наше прегрешение, наше преступление, она призывает нас к покаянию и обещает нам помощь, защиту и свой покров. Интересно еще, что 23 февраля по старому стилю, это 8 марта как раз по новому стилю, считается датой начала февральской революции 1917 года. И вот мы в этот день как раз таки с вами и беседуем. Совершилась манифестация и демонстрация как раз в Петрограде. Она явилась одним из толчков, началом тех волнений, которые привели к развалу государства. Ну еще, кстати, будет не худо нам вспомнить, что в этот праздник мы вспоминаем в том числе и обретение головы Иоанна Крестителя, которое совершается вот уже завтра. Поэтому мы помним о том, к чему приводит безудержное веселье. Мы вспоминаем святого пророка, который нас призывает к покаянию. Мы вспоминаем и Ирода, который прославился тяжелейшим преступлением. Поэтому все-таки эти дни, они призывают нас не просто к какой-то земной, телесной, душевной радости, а вот к духовному осмыслению и призывают нас к исправлению. Ну и так же, как и призывает нас Великий Покаянный Канон на первой неделе поста к покаянию. Безусловно. А вот скажите, насколько мне известно, достаточно масштабное будет празднование Дня памяти Державной иконы Божьей Матери. Расскажите о том, какие мероприятия планируются. Божественная литургия архиерейским чином будет совершена в храме на Крови. Да, совершенно верно. У нас будет много гостей и паломников. Приезжают архипастыри всего Уральского федерального округа. Мы ожидаем до 15 епископов, которые прибудут на торжественное богослужение в честь явления иконы Божьей Матери Державной. И накануне служба вечерняя будет совершаться в Державном храме в монастыре святых царственных страстотерцев на Ганиной Яме вечером 14-го числа. А в день уже явления, 15-го числа, Божественная литургия прежде священных даров уже будет совершаться на месте убиения царской семьи в храме памятники на Крови в 9 часов. Конечно, мы всех призываем, приглашаем в этот день встретить с молитвой, с покаянием, с молитвой, с обращением к Божьей Матери, о помощи нам и Отечеству нашему на его исторических путях. Год 2017, посвящен урокам столетия, этой теме, были посвящены и прошедшие в январе месяце международные рождественские образовательные чтения. А какими уроками научает нас тот период нашей истории? Конечно, многие уроки. Я бы хотел обратить внимание, что недавно состоялась пресс-конференция Всемирного Русского Народного Собора. Это очень было интересное явление, и там были высказаны различные идеи о том, чему должна нас научить история нашего Отечества. Безусловно, мы черпаем до сих пор плоды той революции, которая совершилась в результате невиданного предательства нашей истории. Стремление построить утопичное государство, отстранение законного самодержства, который был помазан на царство, оскудение веры, все это привело к развалу нашей державы. Об этом предупреждали нас святые отцы. Ян Кронштадтский говорил еще в начале века, что как огромный колосс наша империя стоит, но на глиняных ногах шатается, ибо через грех народа нашего и беззаконие она может разрушиться, что и случилось. Поэтому были ли проблемы у царской России? Конечно, они были. Безусловно, как существуют проблемы в любом государстве, в любой этап, период его исторического пути. И такие проблемы сегодня у нас есть. Разные проблемы. А как решать эти проблемы? Путем революции это решать невозможно, потому что, во-первых, это контрпродуктивно, а во-вторых, самое главное, это преступно. И с правовой точки зрения, и с точки зрения духовной, нравственной, этической. Мы видим по плодам 20 века, что столько зла, сколько выпало на долю нашего народа, наверное, ни один народ не испытывал, не черпал в своей истории. И все это плоды вот того бездумного следования вот этой утопии, построения рая на земле. Ну а двигателями, совершителями этой революции, конечно, явилась наша элита, которая не смогла сохранить верность устоям нашего Отечества, тысячелетней традиции, и лично самому государю и царю. Поддержать трон, поддержать монарха в тяжелые годы испытаний. Я напомню, что этот переворот совершился в военное время. То есть это невиданное военное преступление против своего народа, которое совершилось заговорщиками, элитой, и генералами, и представителями, родственниками, непосредственно, князьями, которые вышли с поддержкой этих революционных преобразований. С другой стороны, были и те, кто осознавал трагичность и пагубность этих событий. Вот здесь, на Екатеринбургской земле, мы должны вспомнить обязательно этого архипасторя, который с амвона Кафедрального собора Богоявленского, который на сегодняшний день разрушен, и на этом месте находится, близко к этому месту находится памятник Ленину, одному из предводителей уже Октябрьской революции. Это архипастор, наш епископ Серафим Голубятников, который выступил с проповедью в день отстранения царя Николая, день явления иконы Божьей Матери, когда он сказал, что кучка заговорщиков, наглецов покушается на престол, на царский трон, на самодержавие, на власть, и неужто не дадим мы отпор этим людям? Но, к сожалению, его голос был одним из немногих, кто назвал вещи своими именами. Назвал переворот переворотом, преступление преступлением. К сожалению, надо отметить, что и представители Синода, которые в то время осуществляли свое управление нашей церковью, поддержали, к сожалению, смену, эту незаконную смену власти. И священник Протерея Сергий Булгаков, он сказал такие слова, что Россия в тот момент встала на свой крестный путь, когда прекратила молиться за государя. А это церковь прекратила делать буквально сразу же после отстранения его от власти, то есть уже 7 марта были внесены изменения в богослужебный чин. Многое было забыто тогда. То, чтобы мы давали присягу, наши предки давали в 17 веке присягу на верность. И лично каждый представитель давал присягу уже в 20 веке, который восходил на ту или иную государственную службу. То есть это клятва преступления. Это огромный грех, о котором говорил и патриарх Тихон, потом в дальнейшем, об убийстве царской семьи. На ком основании она была арестована? Что сделал царь? Потом была комиссия, конечно. Временное правительство следовало такую версию о том, что в том числе и Александра Федоровна является пособницей Германии, и шпионкой. То есть вся отвратительная вот эта мерзость, она всплыла. Но они не нашли никакого подтверждения. Но тем не менее ареста ведь никто не отменил. Государь оставался плененным. А кто на его защиту встал? Вот для нас сегодня вопрос. Кто встал на защиту правды? На защиту своего царя? Арестовали в Санкт-Петербурге, привезли в Тобольск. Потом привезли в наш город. Вот Екатеринбургцам стоит задуматься о чем. Вот сколько здесь жило людей. Конечно, не так, как сегодня полтора миллиона. Населения было гораздо меньше. Но тем не менее, могли жители выйти, вот как сегодня выходит иногда, когда что-то нужно, особенно с протестными настроениями. А здесь человек невиновного. Государя с детьми арестовали, а в защиту никто не вышел. Только благочестивые монашки продолжали помогать, ухаживать, носить пищу. И те, кто верен, остался ему. Поэтому вот Россия пострадала, потому что она отказалась от своего исторического лица, от своего исторического предназначения. и отказалась от своего царя. А через это она фактически отказалась от Бога. То есть процесс развоцерковления, он как раз здесь максимальной таком максимальной силе, он является как раз вот в этот день. Поэтому мы должны понимать, что в этой революции нет ничего, не может быть ничего хорошего. Поэтому еще раз напомню слова патриарха, святейшего Кирилла, который буквально некоторое время назад, он опять назвал эту революцию преступлением. Нельзя свергать законную власть. Нельзя. Вот если говорить в том числе о том, кто остался верен государю, то это вопрос не только к людям того времени, того поколения и тех событий, которые происходили в 17-18 годах, но это вопрос и в том числе к нам сегодняшним. В том плане, что сколько нападок мы до сих пор встречаем и в средствах массовой информации, связанных с канонизацией, с причислением к лику святых, связанных с останками, мироточением, там вот, я не знаю, последняя нашумевшая обсуждаемая тема. Вот как раз я бы хотел сказать, что на пресс-конференции Всемирного Русского Народного Собора, о которой я уже упоминал, там прозвучала эта идея о том, что мы в том числе должны и жить вот это хамство наше по отношению к чему? К своей истории, к тем лицам историческим, фигурам. Мы не имеем права ругать и хулить ни нашу историю, ни тех, кто верно служил нашему Отечеству. Даже есть, конечно, исторические фигуры спорные, и любой император, любой государь, его деятельность, она может быть с разных сторон рассмотрена, могут быть найдены даже ошибки. Царь Николай был такой же человек, как мы. Он был главой огромного государства. Конечно, какие-то, может быть, можно было бы какие-то другие шаги предпринять. Все это можно рассматривать, но если ты относишься к своему Отечеству и к его истории не как хам, как сын, ты должен уважать, по крайней мере, не хулить. Вот посмотрите на наших, как говорят у нас заокеанских партнеров в кавычках, но они королеву свою, например, англичане, они не дают в обиду. Вот спросите у любого английского болельщика, который озабочен результатами игры своей команды, он, может быть, с кружкой где-то пиво сидит, может быть, он не заканчивал университет, но спросите про королеву, что он вам ответит. Он не даст вам топтаться на ее имени, марать его, хулить, он станет, грудью станет на защиту, потому что это его, национальное. поэтому русские, конечно, наш народ, здесь мы многое потеряли, мы, во-первых, мы это сами делали, мы это продолжаем делать, и мы позволяем и нашим недругам это делать, а мы не должны позволять ни Ивана Грозного хулить, ни любого другого царя, вот это наша история, мы сами здесь разберемся. ошибки, у вас есть ошибки, ну, они у всех есть, вот в своей семье, как вы управляете, он же директор завода, на предприятии, кто бы вы ни были, вы разве не совершаете ошибок, но мы в духе доброжелательности должны и в духе верности и уважения должны рассматривать всех наших и правителей, и руководителей, вот когда и живем это духамство, это тоже будет нам очень полезно для нашего государственного строительства, поэтому любые изменения в жизни народа, они должны исходить, мы должны исходить в этих изменениях вот из главного вот этого посыла, чтобы не через разрушение всего, что было, вот, а через созидание строить народную жизнь, об этом говорит постоянно Святейший Патриарх, он говорит, что в каждой нашей эпохе есть что-то положительное, он даже в революции нашел положительное это стремление к справедливости, именно через революцию многие представители нашего народа как раз пытались реализовать вот это стремление к правде, к справедливости, но оно, конечно, должно быть реализовано в определенных здравых, разумных рамках, не через выжигание собственной земли, не через гражданскую войну, не через ненависть, здесь все наше, это все наше, и все мы должны о всем позаботиться, о каждом человеке, о представителях всех религий, которые есть, о том, чтобы человеку жилось хорошо на Руси, вот вот уроки, которые, наверное, ну, их много уроков, но какие-то вот самые необходимые, ну, и, конечно, сохранять верность своей стране, потому что, да, предательство, много предательства, совершалось и совершается, а мы через верность стране, Отечеству и Богу, мы должны как раз изменить нашу жизнь к лучшему. Как тогда человеку вообще проявить вот это чувство справедливости, как его реализовать? Потому что, потому что мы же можем, так скажем, видеть какую-то несправедливость в нашей жизни и нужно начать как-то действовать человеку. Святые Отцы говорят, что... Как в этом случае можно вообще это реализовать? Святые Отцы нашей Церкви говорят о том, что мы должны в первую очередь не ждать, когда отнесутся к нам справедливо, а сами действовать справедливо и с любовью по отношению к другому человеку. Часто же как бывает, что мы требуем к себе определенного отношения, но сами не видим, что иногда и мы бываем неправы. Поэтому сила человека, его духовная зрелость, она тогда видна, когда человек стремится явить любовь другим людям, позаботиться о других людях. Поэтому здесь милосердие, жертвенность, о котором опять же было сказано на первой седмице в проповеди Святейшего Патриарха, это очень полезный путь сам действуй справедливо по отношению к тем, кто рядом с тобой. Если ты особенно, если ты руководитель. Конечно, на руководителя всегда больше ответственности, у него больше возможностей к проявлению этой справедливости и заботы. Поэтому вот таким путем еще бы хотелось отметить, что Петерин Сорокин, известный мыслитель, русский, а потом уже американский, потому что он эмигрировал, он определенную формулу революции вывел, которая гласит так, что часто революции бывают не в том обществе, которое плохо живет, а в том обществе, в котором идут позитивные изменения, и в определенный момент эти изменения, но чаще всего социального и экономического характера, они замедляются. И вот это недовольство, которое вызывает это замедление, оно бывает катализатором вот таких ожиданий утопических и революционных разрушительных идей. Поэтому церковь всегда призывает к здравомыслию и к воздержанию, которое может помогать человеку в любой ситуации радоваться жизни, которую Господь дает нам каждый день. Говоря о революции, наш зритель Виктор Сергеев, точнее по этой теме пишет, свидетель Крымский Лука говорил, что революции и войны нас так ничему не научили. Не кажется ли вам, что в этой гениальной мысли содержатся не только причины вековой смуты, но и пути его решения? Да, к сожалению, так бывает, что человек наступает на одни и те же грабли много раз. И часто бывает так, что даже на своих ошибках мы не можем учиться. Поэтому для нас это еще и еще раз урок и возможность вспомнить те исторические события. Я не думаю, что никто не способен учиться. Просто нужно этим заниматься, нужно нам себя просвещать и народ наш просвещать, рассказывать о причинах этой революции. Но причины были, самое главное, чтобы мы не оправдывали тех, кто это совершал и не оправдывали сам факт этого преступления, чтобы формировать в том числе и у молодого поколения стойкий иммунитет против любых революций. Потому что может быть более разрушительного для государства ничего не может быть придумано. кроме как стереть все прошлое и начать якобы все заново. Я напомню нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Сообщает, что у нас есть уже первый звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Добрый день. Я Алексей, Челябинская область. Здравствуйте, Алексей, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Так, у меня вопрос. Вся наша экономическая система в мире, основан на долларе, организована на основе судного процента. Судный процент запрещен и, насколько я знаю, православием, исламом и иудаизмом, то есть авраимическими религиями. Вопрос такой. Возможно ли на базе Русской Православной Церкви организовать какое-то собрание, конференцию общественных экономических деятелей, чтобы рассмотреть другие пути развития России и всего мира, не используя судный процент? Спасибо. Спасибо большое за Ваши вопросы. Я не могу от лица всей нашей Церкви говорить у нас от лица Церкви говорит Святейший Патриарх, но, конечно, я разделяю озабоченность нашего зрителя, она совершенно справедлива, что и какое-то время даже я учился в экономическом университете, я думаю, что, наверное, в нашем народе может созреть определенная модель, которая может быть использована как замена существующей, безусловно. Та парадигма, в которой сегодня живет мировая экономика, она безусловно несовершенна, более того, она совершенно несправедлива, потому что идет несправедливое распределение доходов и пользы от экономической деятельности в сторону определенных государств. И сегодня кто прав, тот, кто сильный, кто имеет определенную силу, финансовую, экономическую. В России нужно возрастать, возрастать своим населением, возрастать экономической мощью, чтобы все-таки приходить, как мне кажется, к подлинной независимости, к подлинному суверенитету. Этот процесс, как мне кажется, он идет сейчас. Я верю в то, что, может быть, это вопрос, теоретически, конечно, исследования можно сегодня проводить, но в практической плоскости, может быть, через некоторое время мы дойдем до того, что мы сформулируем, может быть, новые правила игры, и в мировой экономике. А почему нет? Почему не будем всю нефть продавать за рубли, да? Ну, при царе, да, при царе, например, мы не продавали нефть. Вот даже вот та разница между той Россией, императорской, заключалась в том, что Россия не продавала сырую нефть. Обязательно должен быть передел какой-то. То есть, мазут их, хотя бы, бензин, то есть, что-то, какая-то добавленная стоимость, чтобы оставалась внутри нашей страны. и, кстати, да, вот, обязательно нужно сказать о том, что мы царя ругаем, мы его во всем обвиняем, мы его одного делаем виновным, но мы забываем, что царь управлял нашей страной в момент ее наивысшего подъема. И об этом говорит статистика. То есть, это и самая быстрорастущая экономика в мире, и самый большой производитель сельхозпродукции. Каждое второе яйцо в мире было сделано в России. Это крупнейший поставщик. Даже вот чай, Иван-чай, пила вся Европа, наш русский чай, который мы делали. То есть, мы были экспортерами многих и многих товаров. То есть, уважаемой экономикой, которая имела свое место, определенное, свое независимое место в мире. Сейчас мы только идем к этому. Но, я бы так сказал, если у нас численность населения не будет возрастать, потому что Россия Николая Второго, это Россия молодых людей. Средний возраст императорской России, это молодежь до 30 лет. А сегодняшняя Россия, это Россия стариков. Вот сегодня старики, наши ветераны, наши пожилые люди, тем, кому за 60, за 70, они спрашивают меня, вас, государство, а почему не могут быть увеличены пенсии, почему такие маленькие пенсии. Я могу сказать, что да, хотелось бы, наверное, бы эти пенсии были бы больше, но на одного пожилого сколько работающих сейчас людей. Вот если мы замахиваемся на то, чтобы поменять мировую систему, сделать ее более справедливой, нужен потенциал для этого. Какой потенциал? У нас природный потенциал есть. У нас это самая богатая страна в мире. Самая богатая. У нас треть всех мировых запасов это в России. Более того, у нас самые большие запасы пресной воды, которая является одним из самых больших стратегических ресурсов 21 века. но человеческий потенциал вот он такой, что это страна стариков. Население должно у нас увеличиваться и мы тогда вернем экономическую мощь. А через это можем влиять на справедливость тех или иных методов и подходов. По крайней мере внутри нашей страны. Наша зрительница Наталья Графшина пишет сейчас в России такое благодатное время для православного человека. Ходи в храм, молись, все свободно, источников знаний уйма, но почему люди противятся обращаться к Богу и обращаются к Богу только тогда, когда беда? Ведь враг не дремлет, все может измениться и не заметишь? Человек такое существо довольно беспечное. есть такой процесс после грехопадения Адама, это процесс в человеке больше, человеку нравится все злое, а на доброе он идет тяжело, подвигается. Поэтому так уж Господь призывает через некоторые нас, через некоторые скорби. Еще есть такое мнение святоотеческое, что человек он просто не хочет идти путем подвига в этой жизни, а духовная жизнь она всегда предполагает подвиг. Поэтому человек ждет просто, когда через какие-то испытания Господь призовет его. Такая вот помощь свыше нам нужна бывает, к сожалению. Как говорят святоицы, удовопреклонность все-таки к греху у человека есть, поэтому хотя среди человеческого рода есть такие светильники, которые от юности горели к Богу сердцем. И не потому, что они погибая уже обращались к Богу. И не потому, что у них была трагедия. Не потому, что у них трагедия была, да, а потому, что батюшка Серафим, например, преподобный, который предсказывал и трагические пути России в 20 веке, и судьбу царя Николая предсказывал, то есть очень важный для нас человек, он с детства имел ревность к Богу, имел желание, стремление. Наверное, это зависит в том числе и от родителей, от того, как вроде в этом почитают ли Бога, есть ли любовь к Отцу Небесному. от этого древа уже доброго рождаются уже добрые плоды. Здесь мы переходим уже и к следующей теме, теме, как возрастить этот человеческий фактор, так скажем, как возрастить то поколение духовно-нравственных, так скажем, людей, но на эту тему немножко попозже поговорим, потому что у нас есть еще один звонок, давайте его примем. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как Вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена, я звоню из Ростова-на-Дону. Очень приятно, Елена, задавайте Ваши вопрос. Батюшка, можно спросить? Вот чуть выше Вы говорили о том, что нам следует изжить в нашем народе ханство по отношению к руководству, начиная от собственного предприятия и выше, выше, и до уровня государства. Мне кажется, что это, да, слабое место, и которое может быть использовано против нашей страны и, по-видимому, как бы оно и используется для того, чтобы завладеть богатствами нашей страны. Как Вы считаете, откуда в нас, в чем корень этой духовной слабости, этого низкого духовного потенциала? Потому что, чтобы все это возродить, нужно знать причину и работать над ее устранением. А в чем она, откуда исторические корни? Спасибо. Мне кажется, что человек по своей греховности, он, конечно, бывает так, что недоволен. И вот этот ропот есть у человека, вот так, у среднестатистического. Мы бываем часто, мы ведь всем недовольны, мы недовольны нашим материальным положением, мы недовольны своим здоровьем, мы недовольны, как у нас идут дела. И нет радости в жизни, радости, которая дает благодать Святаго Духа, которая черпается нами в церкви. И вот, если нет радости, человек, он пребывает в таких страданиях, и ему свойственно возлагать вину за свои страдания на других людей и на Бога. Мы это видим из грехопадения Адама, то есть самый первый человек, уже он, когда совершил грех, то он винит Еву, свою жену, в том, что он совершил этот грех, и еще и винит Бога, что ты дал мне жену, она мне подсунула этот плод. Поэтому это глубинное состояние человека, то есть склонность обвинять, но, конечно, этим манипулируют. То есть очень легко вызвать через осуждение, через ропот выйти на какую-то фигуру, которая в нашем окружении, например, или там руководство наше, начальник какой-нибудь, наш близкий нам человек, и мы начинаем обсуждать и осуждать его. А если от него зависит наша жизнь, то иногда мы опускаемся до того, что мы возлагаем на человека вину за какие-то свои неудачи. То есть это такое нечестное подлое поведение человека. Сильный человек, он делает так, чтобы другим людям рядом с ним было хорошо. То есть вот смотрим практику святоотеческую. Иоанн Кронштадтский, например, он не думал, чтобы ему там отдохнуть лишний часок. Он все время был в заботах о том, сколько еще людей бы он мог принять помолиться за них, послужить с ними литургию, причастить их, кому-то съездить, утешить. Вот. Вот человек испорченный, он всегда найдет виноватого. Поэтому наша задача в чем заключается? Вот это хамы, они были, есть и будут. Но почему мы даем им слово-то? Вот в чем проблема. Почему они площадки-то используют наши, национальные площадки, радиоплощадки, телевизионные площадки? Мы не можем всех заставить идти ровным строем в Царство Небесное. Это богопротивное дело. Насилие в этом вопросе. К Богу идет кто? Кто хочет? Кто желает? Но зло-то все-таки должно как-то ограничиваться. Вот какой-то общественный консенсус должен существовать. О том, что, например, как я уже упоминал, неприлично в Англии про королеву говорить плохо. Неприлично. Человек становится каким? Нерукопожатным. Он становится изгоем. То есть человек выходит за рамки общественного договора о том, что хорошо и о том, что плохо. Но только в России матушке можно поливать, начиная от руководителя малого звена до самого президента упражняться в колкостях, в злобе своей, в желчи. Вот выходит человек на протест какой-то. Ну, хорошо, пойдем в твой подъезд, зайдем, поглядим. Ты в своем подъезде, у тебя цветы растут, лианы, все благоухает, чистота. Нет, он идет исправлять обязательно Путина. Поэтому в обществе должен быть иммунитет. То есть таким людям в общественном пространстве не место должно быть. Потому что это есть разрушение. Прямое разрушение народной жизни и государства. Война с собственным государством это война в том числе и с собственным народом. мы должны исправлять делами. Каждый на своем месте установленном. Если ты руководитель, ну позаботься, посмотри у тебя на твоем предприятии есть обязательно люди, у которых нет жилья, у которых не хватает им зарплаты, у которых не хватает средств. Возьми о них позаботься, а они тебе ответят добром, благодарностью. То есть это взаимный обоюдный процесс, который мы должны запустить внутри нашего народа. То есть все изменения совершать таким эволюционным поступательным путем. Через труд, через взаимную поддержку, через солидарность. То, о чем все время говорит Святейший Патриарх. А если человек выходит за рамки общественного договора, как мне представляется лично, то он не должен иметь средств к тому, чтобы это мнение его разрушительное, оно транслировалось. Зачем? Зачем давать людям разрушать собственную страну, как это делалось в начале 20 века? Мы же все это проходили уже. Поэтому ваш вопрос, дорогая наша слушательница и зрительница, он совершенно актуален и нам есть о чем подумать в контексте ваших слов. Если продолжать тему хамства и иммунитета человека к человеческому хамству, то все равно все лежит в том, как человека воспитали. Он уже не может вдруг в человеке проявиться и появиться в воспитании. самых юных лет. Стало быть, его не хватает? Ну, конечно, не хватает. Конечно, не хватает. Мы же не должны никак не разговаривать в таком ключе ни дома, ни в семье, ни в школе. Конечно, у нас есть такая проблема. У нас ведь учителя сегодня, они часто бывают плачут от наших где-то на экране идет определенная модель поведения, транслируется для молодежи. Это вот такая развихабистая, такая вот за словом в карман не полезет, без всяких авторитетов человек. Но это очень плохо. Почему это приводит? Ну, непочитание старших, это пятая заповедь. для молодого человека это приводит к несчастной жизни. Потому что Бог сказал, опять же, не заставляя нас, Бог сказал, что, если ты не будешь хамом, ты будешь долголетен, и благо тебе будет на земле. Ну, соответственно, если другим путем пойдешь, и долго не проживешь, и ничего хорошего в твоей жизни не будет. Но это надо рассказать. Надо рассказать в детском садике, в школе, в семье, прочитать хорошие книжки, показать хороший пример самому. То есть, конечно, наша страна это те люди, которые сегодня составляют нашу молодежь, они через некоторое время они придут и будут занимать ответственные посты, они будут управлять теми или иными сферами жизни, а не кто-то поедет в церковь служить. Вот эти люди, они, как мы сегодня воспитаем их, что мы вложим в них, что мы им расскажем. Представляете, заходит трамвай молодой человек и здоровается со всеми. Или заходит в свой подъезд многоэтажного дома и каждого встречного встречают приветствиями. Здороваются с бабушками, с дедушками, как-то так вот. Но если его родители ему объяснят, ему даже это приятно будет, он это будет делать с удовольствием. У нас осталось буквально полтора минуты до окончания эфира. Я бы хотел попросить вас дать какой-то еще духовный совет, пожелание на оставшиеся дни Великого Поста. Желаем помощи Божьей. Великий Пост нам очень сильно помогает в изменении нашей жизни. Но в первую очередь, конечно, изменение нашей жизни, оно начинается с изменения нашего сознания. А чтобы нам изменить наше сознание, то есть увидеть, что есть благо, уклониться от зла, как говорит псаламопевец, и сотворить благо, ну, нужно читать Евангелие. Нужно читать Евангелие, и тогда действительно Господь просветит наш ум. Потому что у нас народ очень осведомленный. Мы всегда говорим это на наших занятиях с теми, кто приходит на крещение, что сегодня среднестатистический россиянин, он довольно сильно научен во многих сферах. И в медицине, в фармацевтике, значит, в автомобилях, ну, во всем. Но простые вещи из Евангелия часто не знает. А наши предки благочестивые, они знали Евангелие наизусть. А Евангелие как раз освещает нашу жизнь. Поэтому вот за пост я бы всем посоветовал, тем, кто не читал Евангелие, обязательно прочитать. И вы никогда не пожалеете о том, что вы это сделаете. Спасибо вам за этот совет. Уважаемые зрители, напомню, протерии Максим Миняйла, старший священник храма на крови, сегодня был в нашей студии. Отец Максим, благодарю вас за то, что сегодня пришли, рассказали нам и о подготовке к празднованиям столетия явления Державной иконы Божьей Матери, и о торжествах, которые будут в Викторинбурге 15 января и накануне 14 января, ну, и за то, что ответили на вопросы наших зрителей. Спасибо. Уважаемые зрители, это была программа беседы с батюшкой Дмитрий Бродовиков. У вас работал сегодня из Екатеринбургской студии. Спасибо всем, кто смотрел эту программу и до встречи в эфире телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok